что вам в россии сегодня нравится очень ничего ничего вообще ничего то есть вообще ничего нет вообще здесь есть конечно красивые места но мы живем в самом болоте интересно то где-то вы туда ближе к северу живете да вот я общался ну недавно сравнительно с одним человеком у меня говорил что в сибири все замечательно все классно все люди довольны всем все нравится это он лукавил или как я здесь все недовольные до привет приветствую это вы так почему накрашены хэллоуин а в россии вы отмечаете головы да мы отмечаем а в городе не отмечают а вообще знаете что такое холлоуин вообще что-то за праздник или просто так потому что в америке отмечает его это чай отмечать там все духи в хэллоуин просыпают вам нравится этот праздник а в россии есть что-то похожее какой-нибудь другой праздник тоже как-то называется по-другому не холлоуин а что-то другое какие в россии есть праздники которые вот вам очень нравится новый год новый год новый год он во всем мире это вот а есть что-то такое особенное какой-то праздник особенный вот только в россии он есть не думаю нет день города причем этот день может меняться в зависимости от того какая власть находится до в городе нет за шахтера я веду за всю историю но день шахтера как вы думаете сколько людей в россии знает когда день шахтеров да почти все думаю вы думаете я сомневаюсь в этом может такой социологический эксперимент сделать узнать когда день шахтеров когда он будет в августе был конце августа а что я хотел спросить что вам в россии сегодня нравится очень ничего ничего вообще ничего нет вообще здесь есть конечно красивые места но мы живем в самом болоте интересно то где-то вы туда ближе к северу живете да а вот я общался ну недавно сравнительно с одним человеком у меня говорил что в сибири все замечательно все классно все люди довольны всем все нравится это лукавил или как здесь все недовольны все хотят уехать из сибири много людей вообще переезжают а вы хотите тоже уехать из россии да я очень хочу в америку а почему именно в америку тоже вражеская страна для россии мы любим америку интересный поворот а как так получилось вам же по телевизору все время говорят что америка вот они такие плохие там гей парады есть много людей за которыми мы следим которые из америки именно то есть блогеры вы имеете ввиду или кто именно блогеры актеры но вы знаете что есть такая армия целая даже у путина люди которые находятся живут в америке знаю как в америке на самом деле все происходит но они специально выискивают все самое плохое и значит показывают российскому зрителю как в америке плохо вы таких не смотрите я не верю эту фигню мы не слушаем эти новости вообще не смотрим не имеют даже блогеры даже блогеры не те которые по телевизору говорят там пропагандисты которым платят зарплату миллионную а именно вот люди которые там youtube выставляют ролики рассказывать о том какая америка плохая какая россия великая сильная могучая не думаю мое мнение то что америка лучше чем россия мере получено а чем вот как как он как вы же никогда не были в америке как вы знаете что лучше а вдруг она хуже там там же намного лучше школы намного лучше там можно возможность образования в образовании зарплаты больше ну да зарплаты да естественно в америке больше образование школьная ну так можно сказать университет я сто процентов американская это самое лучшее образование в моем понимании вот когда вы идете учиться университет а школы есть public school то есть публичные школы есть частные школы и то есть по-разному может быть и зависит все от того что ты хочешь своей жизни получить ну в общем до школы хорошие в америке тоже хотя есть по-разному они лучше чем в россии в россии могут учителя повышать голос ударить а вот часто можно слышать вот в америке там в европе это толерантность она уже всех достала там уже дети чуть ли не издеваются над учителями вы в это верите или нет но есть вообще такое что дети но они избалованы и кто редки хорошо а что больше всего не нравится в россии сегодняшний вот самый есть что-то такое из-за чего вы готов поэтому мне не нравится вот я бы уехал именно поэтому грязные очень до экология от чего зависит сегодня вот экология в россии зарплаты в россии отношения между людьми есть что-то от чего это зависит или нет или вот просто потому что то россия вот это так затрудняюсь ответить не знаю политической вообще ситуация в россии вы не интересуетесь наверно да вам все равно что происходит а молодежь в россии вот почему я часто с общаясь молодежью очень мало молодежи которая хоть что-то примерно понимает в политической ситуации и в реальной в реальной действительности в россии сегодня как мне кажется почему это никому не интересно особенно подросткам нет это продать подростки они живут своими какими-то идеями своей жизнью но вот эту скажем так свободу стране политику в стране это делают взрослое поколение и благодаря вот тому какое у них отношение к политической жизни стране именно поэтому сегодня молодежь россии говорит мы хотим уехать очень много общаясь молодежи и вот практически подавляющее большинство говорят мы хотим уехать из россии а это все происходит именно потому что вот политика россии такая сегодня да а скажите а вот было бы хорошо если бы россия была по-настоящему свободной страной вот демократическая потому что россия мы демократическая страна так заявляет российская федерация сегодня а по сути же демократия есть если человек не может говорить то что он думает что за репосты его могут посадить тюрьму что за одиночный пикет он может оказаться в автозаке что получить дубинка по голове только потому что он сказал мне не нравится путин или еще что то что для того чтобы делать какие-то митинги они даже спрашивать разрешение у тех кого не называют ворами очень все строго с президентом нашим думаешь разделись наверно при президенте этом выросли при этом президенте вы другого ничего не знаете правильно да и не страшно ли это вот в двадцать первом веке сегодня мир живет да когда все происходит очень быстро обратите внимание какое движение сегодня идет в мире и тенденция всегда все происходит очень очень быстро есть ты берешь любую отрасль сегодня берешь а она все быстрее и вот есть такие страны которые называют себя демократическими да по сути не являясь такими и где молодежь родилась выросла живет при одном человеке который считает себя умнее всех которые говорит им о том что никто кроме меня не может быть президентом потому что только я могу я же самые умные вы все дурочки вот как вам кажется молодежь в россии хотела бы сегодня чтобы была смена власти и чтобы политическая жизнь стране было другой да я думаю все бы хотели а уже раз нашего президента больше защищает пожилые люди то есть вы хотите сказать что если если защищают его пожилые люди тут когда сменится поколение получается уже никто не захочет этого ну такого как путин скажем да хорошо а что что-то пресс произойдет ну хорошо молодежь говорит мы нам не нравится путин нам нравится чтобы была смена власти но тем не менее все равно молодежь она занимается только своими делами да она не не выступает за свои права это делает более зрелые люди а там до 18 до 20 лет молодежь принципе что она хочет гулять веселиться друзей да 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 молодым и право голоса дает том что они еще несовершеннолетние но это так а вы были за границей где-нибудь когда-нибудь нет нигде не были а какие страны вы бы хотели посетить куда бы вы хотели поехать америка франция италию италия вот вы называете вот вот эти страны до западного мира очень часто эти страны критикуются разными людьми сразу из разных других стран а как вам кажется почему никто не называет такие страны как северная корея венесуэла например да или или давайте дальше я говорю как вам кажется почему люди в большинстве своем до называют именно вот такие странные вот соединенные штаты франция италия австралия канада то есть вот такие страны страны в которых есть демократия в которых есть свобода в которых есть какие-то свои может быть недостатки какие-то свои негативные стороны тем не менее люди хотят именно туда вот когда называют стран они говорят мы хотим именно вот в этих странах и причем не только российская федерация вот вы возьмете в мире любые другие страны при страны из африки или страны из востока например да они все говорят именно вот эти вот западные страны несмотря на то что очень много критики вот в россии да вы же наверно слышите про америку много негативных вещей или не или нет ну вот даже среди взрослого большинство это от взрослых людей услышал часто говорят а как вам кажется почему они это говорят почему вот они говорят о том что в америке плохо а молодежь зачастую вот слушая и говорит не мы все равно не верим то есть получается взрослое поколение врет молодежи как вам кажется они просто даже не разбираются в этом просто говорят почему-то да но как вам кажется ставит ли себя сегодня даже я бы не сказал власти власти они все прекрасно понимают вот в целом российская федерация в противовес там западную миру соединенным сатам говорит а мы тоже такие крутые у нас вот все самое лучшее и мы в принципе круче даже чем америка вот я часто здесь общаюсь с людьми с взрослого поколения из россии вот можно от них услышать такую риторику что мы вам еще покажем здесь не круче чтобы знать как в россии надо пожить в россии нет это это понятно у меня вопрос для чего как указать для чего они это делают они же прекрасно тоже знают что америка намного успешней чем сегодняшняя россия и в америку хотят ехать люди они из америки в россии вот эти границы открыть и там и там искать эти кто куда хочет то но очень много скажем людей из россии поедут соединенные штаты жить а если американцам сказать они не поедут у них есть какие-то свои например что-то им не нравится в стране соединенных штатах но не парик прекрасно понимают эти люди что это одна из лучших стран мира сегодня при всех каких-то там маленьких недостатках которые есть стране я не знаю почему они не хотят воспринимать что в какой-то стране реально лучше чем в россии они привыкли то есть для того чтобы признаться что я живу плохо да мне стыдно это сделать так получается может быть скорее всего хорошо а тогда почему вы не стесняетесь сказать что плохо как вам кажется почему вы говорите правду а они врут не знаю просто мы всегда жалуемся что плохо и хотим другое место и поэтому пытаемся как-то свою мечту воплотить в реальность но в принципе вы правильно думаете в том смысле что в америке здесь же тоже есть многие люди которые говорят вот мне не нравится это 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 для того чтобы изменить что-то в хорошую сторону для начала нужно себе признаться и говорить это в открытую что вот в этом здесь плохо плохо и плохо только тогда можно что-то менять а если ты вот там путинская команда рассказывает всем сказки о том что мы сам самые великие мы там самые сильные мы там нас все должны бояться и так дальше а сами прекрасно понимая что это но это откровенная ложь то никаких изменений быть не может и получается что они заложники того плохого до что никогда невозможно изменить только потому что они не говорят что это плохо пока ты не скажешь что это плохо ты ничего не можешь менять а очень много людей которые слушают более скажем так ну развиты дастся и интеллектуально развитых людей они им верят вот например человек который у него больший язык подвешен он больше книжек читал он у него больше знаний каких-то но тем не менее он врет вот он по телевизору рассказывает какие-то сказки об америке о западном мире а гей парадах и вот этой всей лжи до которая льется с экранов российских хотя сам приказа понимаешь это неправда а кем вы хотите ставить знаю сейчас учитесь наверное еще да вы бы какую специальность выбрали сегодня вы знаете ли нет пока я логистом буду на железнодорожный транспорт то есть в россии или хотите уехать и где-то в другом месте стать логистом пока в россии деньги зарабатывать сначала возможности чтобы уехать и другую страну то пока деньги только зарабатывать ну то есть если бы у вас сейчас было возможно так например вот если вот так посмотреть на это у вас есть деньги то есть вы прямо сегодня бы уехали до но хорошо родственники а там мамы папы вот они же например если не хотят вы не будете скучать мы приезжали на боли ну приезжает а можно но сейчас говорят что виза нужно чтобы приехать в амире а виза запретили а вижу запретили как вам кажется почему такое отношение сегодня к россии почему запрещают визы накладывают санкции на россию постоянно говорят россии что вот ты здесь неправильно себя ведешь здесь неправильно себя ведешь ну а дипломаты и российские кричат нет это вы все плохие а мы-то все правильно себя ведем как вам кажется почему-то насколько что только президент или или не только то есть ведь его поддержит огромная армия людей не знаю может еще по нашему мнению президент что из-за него все ну хорошо а кто является абсолютной властью в стране даже в российской федерации где где-либо вот в любой стране мира кто является настоящей властью вот если по сути брать не потом бумажкам а по сути хорошо я переходил переформулирую в разных странах даже этих демократических странах про которые мы говорили с вами раньше да так тоже были и монархии иногда там тоже были и правители иногда и как так получилось что вдруг страны стали постепенно приходить свободе к демократии плюрализму мнение так дальше ведь они что же были законсервированные когда-то там тоже были короли скажем да или королевы и сегодня общество там живет по-другому вот почему мир меняется то есть мы дошли до людей так кто является абсолютной властью стране в любой вы столько что сказали кто вот девушка справа от меня сказала конечно конечно люди то есть я хотел сказать то что даже там где были короли своего время проходили процессы когда люди говорили мы так не хотим больше нам неважно какой там король или какой там человек сидит и называет себя что он вправе решать за всех и люди меняют и получается в россии то же самое то есть абсолютной властью в россии является народ россии если он позволяет путину делать то что он делает значит виноват в этот кто народ вот мы подошли к этому а народ виноват потому что зачастую потому что он говорит себя я политика не интересуюсь мне это неинтересно я вот до вас с вами общался с парнем он такой за 30 уже это чего мне у меня кушать есть что на столе у меня выпить есть что он говорит у меня жена есть у меня дети есть мне все равно игры хорошо а вам каким-то образом не мешает то что вы выходите на улице а там вокруг вас люди живут не так в этом не плевать на всех остальных людей вот этот позиция такая я говорю хорошо тогда а если им плевать на вас тоже будет ну и что я говорю а если завтра у вас с вами что-то случится какая-то несправедливость что в российской федерации это очень часто бывает вы выходите на улицу вас депутат на машине сбивает и он говорит ты был пьяный а вы были трезвый делает бумаги которые нужно подтасовывать кому нужно и вам говорит ты был пьяный вот вы сможете доказать а вы к людям обращайтесь помогите они такие же как вы думаете зачем нам тебе помогать ты же нам не помогал почему мы должны тебе помогать вот очень хорошо вы сказали гражданское общество вот чем больше это гражданское общество сознательных людей тем больше один другому вам помогает и неважно в чем когда один человек выходит за права другого человека то потом это человек выходит за права этого человека просто некоторые люди только что хотел сказать ну хорошо вот такой вопросом спрошу еще вы часто сталкивались в россии с несправедливостью когда вот вы что-то происходит вы знаете это несправедливо а вы сделать ничего не можете на и вот что вы в такие в такие моменты делали вот как вы себя вели пытались что-то доказать на сироне слушай с полиции а полиция себя в россии часто ведет как такие маленькие башки такие они выходят и вот они знают что у них есть власти не могу делать все что они хотят да и голоса повышают и подростков избивают то есть в полицию сегодня в россии у вас тоже такое было с вами лично было такое вас избивала полиция не избивали просто кричали очень громко просто так а что вы из бы просто вы просто молчали да и вот пожаловаться вы не можете да ничего не можете сделать да я мы пытались спорить но это все равно не выходит они стоят на своем и все понятно нас просто сосед заявление написал а сосед наверно такой заядлый бывший коммунист да нет он карта жены контуженный а из афганистана был а для чего он это сделать зачем он заявление написал на вас то есть что он должен и плюс он очень много выпил а когда он пьет то у него крыши сносит он пришел домой и якобы видел меня с моей сестрой у него дома и написал на заявление хотя нас там не было но вы смогли доказать у вас там не было или нет нет да потом с другой был главный полиции она помог то есть вопроса проникся к вам да и или потому что нет есть люди и в полиции тоже в россии я уверен но сама система как вот она строится да и в полицию например берут не тех людей которые по-настоящему могут что-то предложить обществу сегодня или они находятся на страже защите общества а для того чтобы реализовать свои какие-то внутренние комплексы то есть я сильный у меня есть дубинка у тебя нет поэтому ты будешь слушать меня в этом все полиция россии грамм вся есть нормальная конечно их редко встретишь да интересный разговор у меня с вами потому что то есть вы рассказываете по сути ну то что есть на самом деле очень часто люди в россии мы начинали разговор с этого им стыдно говорить правду они вот почему-то хотят приукрасить все как-то сделать чтобы звучало нет это не так у нас здесь все классно и все хорошо у вас пьющих много то где вы живете в городе почти всем до пью до можно встретить людей которые не пьют и женщины тоже или только мужчины преимущественно пьют женщины тоже тут на каждом в нашем городе можно каждый день увидеть какого человека который пьяность пит в кустах или может просто докопаться пьяный человек то есть у вас например вечернее время или ночное да небезопасно ходить по улице по вашему городу не ну правильно делаешь то есть часто можно видеть там я не знаю крики драки да наверное да на улице у вас хорошие пьяные мужиков то можно хочется понятно есть какие-то вопросы ко мне могу с удовольствием отвечу а вы откуда вообще соединенные штаты город финны штат аризона ну как вы думаете где лучше однозначно свободных странах там где есть свобода демократия там где есть обмен мнений там есть меняемость власти сегодня даже страны которые находятся рядом с россией рядом с россией они еще только начинают свое становление в даже там сегодня лучше чем в россии потому что свобода всегда первично а уже потом идет хлеб и все остальное но свобода потому что без свободы не бывает ничего если ты не можешь говорить то что думаешь если тебя могут за репосты посадить тюрьму если ты не можешь никаким образом влиять на власть то эта страна обречена на на провал поэтому советский союз распался поэтому в свое время российская империя распалась империи распадаются поэтому сегодняшняя россия идет и стоит на тех же граблях люди просто не хотят бы заморачиваться либо просто бояться идти против президента но в истории было не раз когда историю меняет какая-то группа людей и как правило это не большинство это просто сознательные люди которые становятся бесстрашными кстати встречался 4 летки очень мало таких людей в россии есть но они есть а сегодня мы хотим что все знали какая россия вы имеете люди других странах до чтобы знали потому что люди то в россии они прекрасно понимают вот то что вы говорите может сказать в принципе любой человек который живет в россии правильно вот но не каждый говорит и если брать например людей которые живут в москве или людей которые живут в сибири да то есть это тоже по разному будет люди в москве они живут чуть-чуть получше чем остальная вся россии можно слышать так москва это не россия это как отдельный такой островок это витрина в принципе россии когда приезжают скажем туристы из других стран и приезжают в москву и видят там макдоналдс видит куча машин дорогих видят торговые центры видят люди которые довольны и и так дальше да и ходят по ресторанам кажется что вот такая вся россия а это не так от многих людей я слышала что которые ездили в америку именно они сказали что там сложно и они прилетали назад в россию ну скажем так большинство людей которые приезжают в америку они не уезжают обратно да есть люди которые в своем сознании чем отличается соединенные штаты от сегодняшней россии что мышление людей и ментальность людей она другая осознание человека по-настоящему живет сегодня в двадцать первом веке а россия еще в 19 мы есть люди которые приезжают в америку они не догоняют эту цивилизацию которая сегодня находится в америке они еще там застряли в прошлом и они хотят вернуться именно туда и поэтому есть такая часть которая приезжает и уезжают обратно потому что они например не могут себя реализовать я стал человека здесь с один штатах лет десять назад наверно он мне говорил что мне было проще жить там потому что вот меня полиция останавливала я взятку взял и дал и дальше поехал вот мне так проще я говорю как же проще ты смотри на общество с целым могут не было проще потому что ему к телефонным одним звонком что-то для себя поменять и я мог пойти например устроиться на работу какую-то по блату да и потому что мне у меня там были связи например и он год мне нравилось себя ощущать что у меня были джинсы там две пары и там три пары обуви а у других людей не было и вот на фоне их я себя чувствовал таким королем понимаете да а в америке во первых ты этого этим никого не удивишь а во вторых сегодняшняя молодежь американская вообще продвинутая молодежь она не такая даже как было 20-30 лет назад сегодня вот если вы поедете за этим в америку приедете поедете в какие-то русские места вот там еще можно найти вот этот консерватизм прошлого когда люди меряют себя по кольцам по браслетам потому как они одеты потом на каких машинах они ездят а вся остальная америка прогрессивная да она уже так не живет люди мультимиллионеры и биллионеры они ходят без цепей без бриллиантов и и иногда ездят на машинах которые не стоят миллионы долларов сознание людей другое вот они получили миллиард долларов у них нет такого в голове что сейчас я возьму этот миллиард и всем покажу какой я крутой сейчас возьму этот миллиард сяду на на бентли да или сяду там на на майвах или еще какую-то машину надену себя кучу золота и браслетов и пусть все смотрят и меня этим уже никого во-первых здесь не удивишь а во вторых это признак не цивилизации сегодня люди которые станут становятся супер богатые вкладывают деньги в разработке медицинских препаратов создание центров например для женщин каких-то или для алкоголизма или еще чего-то или создание каких-то программ или технологий и вот этим человек показывает что сегодня является ценностью жизни они браслеты и не машины и так дальше хотя могут и купить и дорогие дорогие машины но это не для того чтобы глаза кому-то показать что вот посмотрите какой я крутой а вот именно среди русскоязычного населения по-прежнему к сожалению еще такое можно увидеть сейчас можно встретить россию что хвастаются как украшениями . да в этом ничего нет такого что если кому-то нравится какие-то украшения и все но это не должно быть вот стимулом каким-то да и это можно видеть сегодня на разных людях вот идет человек он собой разговаривает и он показывает что вот посмотри на меня а очень многие зачастую они не являясь успешными очень успешными людьми другим показывают что они успешны такой самообман то есть он покупает себе дорогую машину вешает на себя кольца браслеты но при этом он же понимает что он ничего такого большого не создавал как это делают сегодня другие люди в соединенных штатах посмотрите на на самых богатых людей мира в чем они одеты как они говорят и что они предлагают миру они слежка зазнаются да какое вы увидите будущее у россии вот в ближайших 10 лет что-то видите такое хорошее или может быть нет ничего вообще никакого будет стабильно также как путин говорит главная стабильность вот он будет главная стабильность знаете как интересно он всех дурит для него то стабильность это хорошо то есть он при власти все его друзья мультимиллиардеры да все его команда вот этих пропагандистов миллионеры да и все хорошо все стабильно а народ голодает и бедствует и пьянствует и ворует вот стабильно это хорошая стабильность хорошо если еще есть вопросы с удовольствием отвечу если нет побегу дальше у тебя есть умение нет спасибо спасибо за разговор хорошо вам также всего хорошего до свидания до свидания вот молодежь говорит все как есть вот что есть то и говорит правду очень часто в чат рулетки мне здесь говорят когда я им говорю что вот а молодежь говорит что это так например да они мне говорят нет это молодежь улет у нас все хорошо она молодежь просто говорит жиру бесится от того что у них все есть понимаете да на самом деле все прекрасно понимают что происходит сегодняшней россии и для этого тебе не нужно находиться сегодня там ты просто видишь отношение власти к народу и отношения народа к власти и все и больше ты можешь ничего даже не смотреть ты все может проанализировать и понять для себя какая сегодняшняя россия это путь в никуда как то так друзья я вам всем желаю как всегда добра любви счастья благополучия понимания и мы с вами скоро увидимся пока